Таблетки из аптеки принимают тогда, когда уже здоровья нет. Понимаете, здоровые люди никогда никаких аптечных таблеток не принимают, за некоторыми исключениями. Что касается лекарственных препаратов, то я вообще, имея фармацевтическое образование и понимая что-то в этом, не принимаю ничего абсолютно из аптеки, но для этого нужно принимать природные вещества и вовремя. Вот это самое главное. Не тогда, когда уже тебя свалила болезнь, тогда уже поздно, а пока ты здоровый, молод и силён, вот нужно принимать природные вещества как компоненты питания. БАДы, да, именно БАДы, потому что весь мир построен на этом. Сейчас я очень много занимался БАДами Соединённых Штатов Америки, разрабатывал рецептуры для производства в Соединённых Штатах, так что это была очень критическая с их стороны работа, они в ерунду всякую бы не взяли. Выпускали, всё поставляли в Россию, вот и до сих пор поставляются. И весь мир, Япония, я имею в виду, потому что это долгоживущий этнос такой, все используют БАДы. Другого выхода нет, потому что сейчас пищи полноценной, которая содержит все необходимые микронутриенты, просто нет. И на это не нужно закрывать глаза, это реальность. Что касается питания, то нужно обязательно помнить, что не только полноценные белки, не только полноценные жиры, тоже понятие широко, не только углеводы и не сахар, который мы употребляем в 60 раз больше, но и так называемые микронутриенты, абсолютно обязательные в нормальном питании. Полтора-два грамма их нужно всего лишь. Но это огромнейший спектр соединений. Плюс нормализация микрофлоры всех сред организмов, потому что микрофлора сама производит массу необходимых организмов веществ. А у нас она у 95% гнилостная. Вот мы, получается, фактически гнием, прошу прощения за такое грубое слово, изнутри. Вот эти вещи надо обязательно соблюдать, и мы об этом говорили, и будем говорить обязательно. Ежедневное, регулярное, без перерыва потребление набора витаминов, набора минералов, причем в тех формах, которые являются биоусвояемыми, потому что предлагают все, что угодно, да, это потребление комплексных антиоксидантов, мы когда-нибудь поговорим об этом, это иммуномодуляторы природные, потому что иммунитет – это один из основных механизмов защиты и выживания. Это стало нормой жизни не только моей дома. К великому сожалению, врачи мало этим занимаются, очень жаль. Я же преподаю в медицинском институте и вижу программы. Там природным веществам, а здоровый образ жизни, с точки зрения питания – это только природные вещества, так природные вещества в мединституте не учат совсем. Не учат, причем очень часто даже не проводят различия между одноименными синтетическими природными продуктами. Не знают врачи разницы, а организм знает. И, конечно, очень хорошо, если приобщились к этим делам медицинские работники, причем и врачи, неважно, врачи, медсестры и провизоры, которые, кстати, в продуктах разбираются, в природе, намного лучше любого врача. Вот их тоже надо привлекать, чтобы они, даже продавая препараты в аптеке, могли больному или не больному пациенту объяснить, что есть что. В медицине очень много примитивизма, понимаете, и это очень мешает работать даже врачу. Вот чтобы поняли, что это такое, я пример приведу, простой пример. У женщины железо-дефицитная анемия. Вот представьте, что она беременна, вот это самое главное. То есть у неё дефицит гемоглобина. Что врач назначает? Железо. А ведь нужно далеко не только железо. И в лекциях студентам, и не только в лекции, мы им показываем, что нужно и железо, и медь, и цинки, и витамины такие, такие, такие-то, получается целый круг этого. Почему я сказала беременной? Потому что это самая жёсткая ситуация, ведь она вынашивает ребёнка. Значит, если ребёнок развивается в утробе матери в условии гипоксии, а это гипоксия, то он здоровым никогда не будет. Вот и всё. А врачи прописывают железо, они знают железо. Вот это такое однобокое понятие. Вот это очень опасно. И мы с этим вот в лекционных курсах студентам, и вот я много читаю в России, обязательно боремся. Образование, образование, ещё раз образование, которое должно быть получено через преодоление тех трудностей, которые несёт эта сложная наука. Мы сразу настраиваем, что лёгкой жизни не обещаем. Хотите иметь, быть образованными, надо напрячься. Но это потом окупается с лихвой. Очень простая плата. Нормальное здоровье, высокое качество жизни и достаточно продолжительность жизни. И вас, и ваших потомков. Мало разве этого? Я думаю, что вполне достаточная плата за это. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин